Добрый вечер, 21.04 в Москве, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Ну что, в Европе мясной и рыбный скандал, а у нас в России продолжается, набирает обороты диссертационный скандал, так называемый диссергейт. Вот из последних новостей с линии огня, новость дня такая, как сказал председатель ВАГ Филиппов, ему уже предлагают деньги, чиновники и бизнесмены предлагают деньги за аннулирование степени, за отказ от степени. То есть они хотят уже, дают взятки. Вообще хороший бизнес, если подумать. Я считаю, что это самый лучший бизнес. Сначала ты оплачиваешь, так сказать, эту степень, а затем... Я думаю, сейчас с вузами, с некоторыми будет то же самое происходить, которые за деньги бы лицензию получали, сейчас за деньги будут очень качественно выходить. Ну и вот да, поскольку уже, так сказать, стукили наши гости, позвольте... Вот и источник для того, чтобы за счет одной российской проблемы решить другую дороги. Да-да-да. Ну вот позвольте мне сразу уже представить наших сегодняшних гостей. Первый вступивший это Иван Засурский, журналист, преподаватель. И Александр Чапуренко, декан факультета социологии Высшей школы экономики. Добрый вечер. Ну и еще из новостей, которая вызвала, не знаю, как у вас, у меня лично забытое чувство глубокого удовлетворения, да, шестое чувство советского человека. Это Пархоменко, очень подробный разбор диссертации Астахова, напомню, опубликовал Павла Астахова, вот, которая полностью, целиком на 100% скопипастина, полностью является плагиатом. И при этом сам Астахов, которому дозвонились представители прессы, сказал, что вообще не знает, кто такой Пархоменко, оставьте меня в покое, я занимаюсь детскими домами. Вот такая вот ситуация. На очереди, как обещает Пархоменко, диссертация Ткачева, губернатора Ткачева. В общем, слушайте, а вот я хочу спросить, а вообще какие-то последствия это будет иметь? Как вы считаете? Вот полетели 11 голов вот этих диссовет по истории в МПГУ, а дальше что? Вот Астахов. Ну и что будет Астахову теперь? Как вы считаете? Ну, вы знаете, последствия для тех, кто был увлечен, или последствия для системы российского образования. Я думаю, что последствия для тех, кто был увлечен, могут быть очень разными в зависимости от степени их политического влияния и уровня их изворотливости. А для системы российской науки образования это важный сигнал. Ну, именно как сигнал, потому что мне сложно представить, ведь речь пойдет всерьез, если копнуть. Я думаю, там, если взять наших депутатов, есть депутатский корпус. У нас же там больше половины всех со степенями с докторскими, с кандидатскими. Вот интересную статистику коллега здесь из высшей школы экономики посчитал. В американском конгрессе во всем Сенате нет ни одного PHD. На все 100 сенаторов. В палате представителей 441 человек, из них 23 PHD. И сколько же, посравняя их на их фоне, так сказать, какими гигантами мысли отцами русской демократии служат наши депутаты. Иван, вот как вы считаете, почему люди так гонятся за вот этими вот научными степенями? Ведь все-таки человек депутат уже. Не должно ли вот это одно обеспечивать его место под солнцем? Слушайте, конечно нет. Депутат — это выборная должность. Иногда в нее можно, как некоторым удается, как-то без выборов на замене одного депутата на другого как-то влезть. Это отдельная история. В принципе, депутат — это выборная временная работа, это не профессия. Нужна профессия. Значит, каждый человек думает, что я буду после 50 делать. Я уже не хочу бегать. Я хочу просто делать что-то, что я умею для людей. Чтобы были какие-то деньги на еду, квартира будет. Ну, я имею в виду, всегда люди так думают. Если они хотят запасной аэродром, может, кто-то ищет себе Академию наук, кто-то ищет себе... Ну, что степень, она приблизит этот запасной аэродром? Конечно, вот смотрите, у меня в чем моя проблема, например. Я доцент, я кандидат филологических наук, и при этом я заведую кафедрой МГУ. И мне вместо пяти лет, меня выбирают на два года, и мне каждый раз говорят, Ваня, ты должен написать эту докторскую диссертацию свою. Ты должен это сделать. Это конкретно значит, что если я ее дальше буду отлынивать, в какой-то момент они скажут, ну, Ваня, слушай, вот есть другой человек, доктор наук, он серьезный человек. Он действительно этим занимается с умом. У него есть время для этого, у него есть сила, и вообще ему факультет интереснее, чем тебе получается. Так что иди-ка ты, Ваня, погуляй. Ты, конечно, классный парень, но вот может у нас радиостанцию делать, факультетскую. Ну, да. Понимаете, это серьезная вещь. И поэтому, если я хочу, как чиновник, приземлиться все-таки на руководящее кресло, знаете, завкафедра — это епископ. Понимаете? Ну, кафедра, да, экс-кафедра, да. Если я хочу быть епископом, или если я хочу быть кардиналом, или кем-то в ученом мире, у меня должна быть степень. И степень эту нужно получить, пока ты в политике, пока ты активный, пока у тебя есть связи, ты можешь людям заплатить какими-то процессами. Это, в принципе, вообще не так плохо, что у людей есть стимул к такому интеллектуальному соревнованию. Не очень хорошо, в какой форме оно выражается. И здесь отчасти, вы понимаете, вина не только этих ученых мужей. Дело в том, что просто сама техника, понимаете, почему я не могу докторскую сделать? Почему мне тяжело это? Я же, у меня все есть для этого. Я знаю, о чем вообще. То есть, если бы я мог сесть и рассказать, это просто, понимаете, о чем я говорю? Если бы я на выходные сел, вы приехали ко мне, я бы вам рассказал. Там огромный технологический барьер. Дело не в этом. Дело в том, что просто в современном мире сейчас, на самом деле, та форма, в которой знания презентуются, для защиты, она ужасно архаична и никому не нужна. Вот эти 200-300 страниц, которые я должен произвести, у меня нет просто ни сил, ни времени их написать. Ссылочный аппарат, ваковские публикации. Понимаете, это все совершенно защиты. Приличные для меня оппоненты. Я активный. Плюс особый жанр. Да, я всегда, когда своим аспирантам говорю, как правильно писать диссертацию, я им говорю, учтите, есть два разных вида спорта. Есть бег и есть бег в мешках. Вот написание диссертации, это бег в мешке. Там особые мнемонические правила, там своя система... Это очень непростое. У меня сейчас дипломники идут, вот только что сегодня была консультация. И, значит, я им всем примерно то же самое уже, что в диссертациях объясняю. Потому что это одно и то же на самом деле. Понимаете, там нужно человеку все-таки понимать, что такое научное исследование. Должна быть гипотеза сформулирована и так далее. Это для человека, который из мира политики не очень быстро вообще дается понять. Это же не полностью бессмысленно. Изначально у этого были какие-то корни. Вот сейчас даже, ну, курсовые даже пишут. Курсовая тоже ведь не диссертация. Нет, все это структурируют. Дипломники, ты должен, да, заявить гипотезу, ты должен сказать, какая методология. Это все очень хорошо и правильно. Ты должен структурировать работу, подвести к выводам. То есть, в принципе, это неплохо. Но на выходе получается то, что, так сказать, мы, вот все трое здесь представляющие академический мир, тратим годы, подчас лучшие годы жизни на бег в мешках. Ну, посмотрите, почему это бег в мешках, я опять, мне проще на себе рассказать, потому что я знаю свою ситуацию. У меня ситуация простая. Я все, что я защищаю, я должен делать 10.01.10 журналистикой. Чем я занимаюсь? Конечно, я журналист. Но когда я защищаю что-то, я хочу исследовать какое-то новое явление, новое медь или что-то еще. Меня интересует коммуникация. Но науки коммуникации в России нет. И что мне делать? Я сижу на своих, значит, переводных учебниках. Я, значит, здесь, получается, кафедр без книжки. У меня не на что опереться, потому что нет моей специализации. Нет специальности, нет паспорта специальности. Понимаете, смотрите, что происходит. Сейчас знание очень активно развивается, основной прогресс идет междисциплинарно, новые связи, наложение одного контекста на другой. И сейчас из-за этого настолько архаичная пара, что это не просто бег в мешках, а я должен бежать вообще не туда, куда мне нужно, чтобы попасть туда, куда я должен. Это иногда, это очень странно вообще. Поэтому, понимаете, когда я сам очень много сил вложил, чтобы началась эта истерия с проверками и с вообще, но меня интересовало другое. Я продвигал идею, и она реализуется. С этого года люди должны это знать. Это очень важно. Дипломы студентов сохраняются в электронных библиотеках их вузов и будут опубликованы. И они навсегда будут висеть в интернете. И всегда могут быть проверены на предмет благиата. В любой момент. В любой момент. Понимаете, это очень серьезное достижение космических масштабов. Потому что наша страна последние 15-20 лет производила людей, которые просто умели манипулировать отчетностью, не вникая в показатели. Не вникая даже в само содержание этих отчетов. Это некая, так сказать, абсолютно символическая экономика, так сказать, трансфер знаков. Очень часто я сталкиваюсь с курсовыми, с дипломами, когда люди вообще не понимают, о чем пишут. Но если ты не знаешь этого человека, то ты это прочтешь и ты думаешь. И преподаватель сидит с этими работами. То есть, на самом деле, то, что сейчас происходит в сфере знания и под влиянием этих технологий, это огромный какие-то квантовый скачок. Потому что студенты, на самом деле, когда им что-то нужно по-настоящему узнать, очень быстро все могут узнать вообще-то. И, соответственно, когда мы им преподаем чистую информацию, это очень странная какая-то история, которая, на мой взгляд, больше связана с социализацией. Мы просто учим их сидеть на одном месте, сохранить внимание. Ну, то есть, как дрессируем просто, как людей, которые взрослые, способны ответственность на себя брать. Серьезно, я говорю. Потому что знание, это не передается так. Не, ну это всегда было изначально, если посмотреть историю университета, там и по ФУКО, собственно, и история знания, она в этом и была. Здесь больше такая дисциплинарная и социализирующая функция. И это очень хорошо. Это очень хорошо. И при этом они чем-то занимаются и так далее. Но вот чего мне, например, не хватает сейчас? Мне не хватает, чтобы люди могли, особенно в контексте того, что все дипломы диссертации становятся стремительно публичными, мне не хватает практических дипломов. То есть, например, если я хочу куда-то потом идти работать, я студент, ну неужели я буду писать диплом на абстрактную тему, чтобы просто надеть сюртук? Или там что-то надевают, шляпу. Понимаете, я хочу что-то другое сделать. Я хочу написать о проблемах. Например, я хочу работать в компании «Страна детей», которая делает детские лагеря, возрождает детский отдых во всем мире, в России, по крайней мере, вот-вот строят в Бородинологии. Я пишу тогда на проблемы детского отдыха реферат, беру бизнес-кейс какой-то. Конечно, они меня замечают. Хотя написал классный диплом, я проанализировал какой-то аспект их деятельности. Я уже по-трудоустроен, считайте, сразу. Ну, это практическое. Есть же все-таки более теоретические, фундаментальные вещи. Есть более теоретические, там все по-прежнему. Что делать философам, которые хочут, а я не знаю. Вы знаете, какая специализация у философов основная сейчас? Это пиар. Ну, это, я боюсь, это к большому сожалению. Нет, это не к сожалению. Это, поймите, кто такие философы, кем они себя возомнили. Философы — это всегда два. Вы поймите, это либо пиар, и в том числе учитель как пиар, или это адвокат. Понимаете? Ну, паня, ну, Иван, вы здесь, по-моему, как-то ушли. Откуда? Ну, исторически, да, но все-таки вы полосы здесь на корню отрицаете фундаментальные знания. Вы читали Лужковскую пьесу о Сократе. Вы читали. Лужковскую. Вы знаете, Лужков написал пьесу о Сократе. Вы знаете? Нет, я не знал, расскажите. Ну, вот я был вчера на Сократе. Вчера на чтениях русского пионера Лужков написал пьесу о Сократе. Подождите, вчера 2 апреля было. Это не позавчера вы были, не 1 апреля. Возвращаясь к теме нашей беседы, плагиат вы заметили в его пьесе. Вы знаете, стилистический, стилистический. У Радзинского. Да, вы знаете, не, на самом деле, там как бы очень стилистический. Лужков, это же как феномен безотносительно этой пьесы, это, знаете, как стилизация. Это не плагиат, это немножко другое. Лужков, вот эти все башенки, вот эти все орнаменты, вот это вообще тенденция к такой консервативной архитектуре. Это же был ремейк. И его идеология победила, на самом деле, идеологи нашей эпохи, это Жириновский, Лужков и кто-то еще. А сейчас Зюганов... Ну, Зюганов такой метафорический, потому что сейчас же вот эти сведения о том, что коммунисты так популярны, что вынуждают сейчас искать очень интересные новые идеи. Я считаю, в сфере знания сейчас это дает колоссальные возможности, потому что можно, если власти разумно, может что-нибудь для людей сделать коммунистическое в виде знания раздать. Небесный Зюганов. Небесный Зюганов, прийди, помоги. Ну, это мы уже что-то в сферу Гребенщикова как-то так ушли. Помечтать, помечтать. Да, давайте вернемся все-таки к нашей теме. Смотрите, Иван, вот вы говорите, что вы в том числе помогли замутить всю эту тему где-то с прошлой осени, да, с диссертационными скандалами. Я очень старался. Очень хорошо. Это все сейчас раскручивается. Что вы... Не с диссертационными скандалами, в большей степени с дипломами. С дипломами. Это важнее. Диссертационные скандалы это само собой. Это же одна пирамида. Диссертационные скандалы, тут другая просто совершенно, знаете, как говорится, другая инициатива. Это Дмитрий Анатольевич в 2010 году попросил. Потом, вы знаете, арестовали недавно этого главу ВАКа. Но его, кстати, сейчас он сидит не по диссертационным делам. Он не по диссертационным делам вообще, но при этом новый глава ВАКа что-то там по-новому очень быстро и резко делает. Старый глава ВАКа это вообще фантастическая история. Он через год после своего выпуска из вуза защитил кандидатскую, через три года защитил докторскую, и через пять лет стал член-кором. После этого... Успел при этом какое-то время поработать руководителем ГУП-ритуал в Москве. Ну вот, вы знаете, я... Вот сакральное знание, может быть, сообщается. Вы знаете, вот я с уважением отношусь к такому человеку. Потому что если я вам мою биографию расскажу, вы тоже, знаете, скажете. Ну это какой-то. Я когда в Нижнем Новгороде делал первый выбор губернатский, у меня 21 год был, про меня говорили такие вещи. Троюродный брат Немцов. Меня чекисты прислали смотреть. Это все, знаете, разные в жизни бывают повороты. Может, он гений. Просто идея в другом. Нет, ну понятно, но зачем такого человека, такого гения, ставить головой государственного лицензирующего органа? Там не про людей история. История про 2 миллиарда. То есть там как бы деньги на то, чтобы диссертации выложить, они же были выданы. Там какая-то структура разрабатывала, портал огромный. Потом они сделали вот таким образом, что нельзя диссертации почитать. Ну, понятно. Иван, в общем, вопрос. Что вы видели на выходе? На выходе? О чем мы можем говорить? Как может быть это... Ну, мы ближе к концу об этом поговорим. Ну, в принципе, вот если вы говорите, вы впряглись в эту тему, в эту историю. Что вы видели на выходе? Отмену ВАК, отмену, я не знаю, всей системы лицензирования дипломов, степеней. В этом году 150 лет вернадскому. Но что я вижу там на выходе? Я вижу наосферу. То есть я вижу, как коллективный разум. А для коллективного разума он не может хорошо работать, если нет информации. Поэтому очень важно интернет насытить знаниями. Вот те методики, которые сейчас люди пытаются власть применить к интернету, репрессивные, какие-то еще ограничивающие, они не работают. Нужны лидерские методики. Лидерская методика самая простая. И мне кажется, она объективно всем взаимовыгодна. Это как можно больше знания закачать в эту среду и как можно дольше дать позитивных маршрутов. Если вы можете, публикуя учебную работу, которую вы делаете для своей отчетности, при этом заработать репутацию работодателя, простроить свою жизненную карьеру, как резюме свою учебу, понимаешь, все публично, вы просто показываете отличия, за год защищаете кандидацию, потом за два года докторскую, потом еще премию какую-то, и все у вас книжки выходят. В общем, здесь вы говорите, Иван, о системе публикации дипломов. Система публикации дипломов, диссертации научных работ, новая система научной коммуникации, которая учитывает все-таки тот факт, что сейчас, в отличие от прошлого, не обязательно так много цитировать чужого. То есть можно просто давать отсылки на источник, а цитата будет скролиться там, она в другом будет месте. Я думаю, что нужно постепенно тоже снижать формальные требования, не требовать от людей вот эти все макароны бесконечные, бумажные. То есть гипертекст должен быть, ссылка, гипертекст. Да. Я считаю, что нужно требовать от людей гораздо меньше, но оригинально и ценить по существу. Потому что вот это господство последние 10-15 лет, а может быть больше, может быть 40-50, может быть 100 формальных принципов, понимаете, при оценке качества интеллектуального знания, оно привело к тому, что это выхолостилось. Ну что ж, о том, как нам попытаться изменить эту систему, поговорим после перерыва. И снова добрый вечер. Программа археологии в студии Сергей Медведев. И сегодня наши гости. Декан факультета социологии высшей школы экономики Александр Чапуренко и журналист-преподаватель Иван Засурский. Говорим мы о диссергейте, о диссертационном скандале, о скандале с плагиатом, фальсифицированными диссертациями. И шире вообще о большом кризисе российской науки, российской системы образования, которая, в общем, как мы сейчас понимаем, стоит на огромном количестве липы. Все дипломы, ну, извините, не все, но большое количество дипломов, научных степеней, публикаций, диссертаций, все, что было произведено в последние два десятилетия, в большой степени оказывается чистой фальсификацией, такой абсолютно картонным зданием. Что нам в этой связи делать? Как нам попытаться выйти и очистить собственную науку? И в этой связи тоже вопрос я хочу задать нашим слушателям. Телефон студийный 651099,6. Как вы считаете, вообще нужны ли ученые степени? Нужно ли нам вот гнаться за этим кандидатом наук, доктором наук? Учитывая глобальный кризис доверия, который произошел к высшему образованию, к университетскому диплому и к научным степеням, степеням сейчас. Нужны ли нам вот эти ученые степени? 651099,6. Александр Ильич, я вас хочу спросить, а это феномен последних лет, последних десятилетий, вот если посмотреть на советскую систему, ведь тоже в большой степени, по крайней мере, по части кандидатской диссертации такая вот формалистика была. Кто эти диссертации читал? Значит, давайте мы, во-первых, все-таки договоримся, что мы говорим сейчас, видимо, больше о диссертациях, написанных по цеху разговорного жанра. Ну, я шучу, конечно, да, речь о гуманитарных науках. Конечно, мы не говорим о диссертациях, написанных по естественным инженерным наукам, там ситуация существенная. Второе, да, конечно, и в советские времена это присутствовало, и, наверное, в еще большей мере, потому что труднее было поймать за руку. Можно было сделать действительно качественную работу, мне кажется. Ну, и можно было сделать качественную работу, и труднее было поймать за руку, но я не хочу сейчас уходить в советские времена. Значит, понимаете, о плагиате можно говорить по-разному. Кто-то видит в этом проблему неумения цитировать, кто-то видит в этом серьезное проявление общественной аномии, да, то есть ситуации, при которой, ну, сравнивая это с полетами в космос, да, вот отсутствует верх и низ, да, то есть нет понимания того, что правильно и что неправильно, и в этой ситуации всякое действие, любое поведение дозволено. Вот мне кажется, плагиат сегодня является проявлением такой все-таки глубокой аномии, которая затронула академическое сообщество, в первую очередь, то, о котором я говорю, о котором я немножко знаю, это социально-гуманитарные дисциплины, экономические дисциплины. Что здесь делать? Ну, Иван одну вещь уже назвал, и она уже начала реализовываться, да, это то, что я могу назвать мерами, связанными с повышением издержек для тех, кто хочет таким легким путем въехать в научный статус. Вот мы выкладываем все в интернет, любой блогер может посмотреть диссертацию высокого государственного чина, написать об этом в своей сети и заварится скандал, да, значит, повышение издержек, видимо, приведет к тому, что люди будут чуть тщательнее к этому относиться. Есть и другой момент, нужно сократить прибыль возможную от получения этой степени. Понимаете, вот защита диссертации в сегодняшних условиях это некий обряд инициации. Он в значительной степени мог бы быть, ну, если не обессмыслен, то значимость его могла бы быть сведена к совсем другому уровню, если бы в академической среде, вот опять-таки то, о чем говорил Иван, да, все его прекрасно знают, ну, знают его как специалиста. Ну, зачем нужна ему докторская степень для того, чтобы он имел возможность избираться на должность, там, не на два года, на пять. А нужна вообще, вот вы считаете, нам эта система, наша кандидат, доктор? Когда есть и мирно признаны... Вы знаете, меня коллеги уже в фейсбуке прозвали радикалом за то, что я считаю, что от нее нужно отказаться. От этой системы нужно отказаться, и это было бы еще одним мощным сигналом... Заменить на PHD, вы имеете в виду? Заменить на PHD. Это было бы еще одним мощным сигналом, который, ну, тех, для кого степень является не венцом определенного этапа его академического развития, а попыткой захватить смежную территорию для того, чтобы, ну, потом, может быть, когда-нибудь я уйду там из политики, из бизнеса, надо пойти преподавать, прилично было бы иметь степень, чтобы начинать не с нуля. Вот чтобы этим людям снизить, как бы, привлекательность этой степени, чтобы степень действительно выступала как аккумулированное признание академического сообщества, а не как сигнал о том, что вот теперь вы мне должны платить больше. Ну, то есть, грубо говоря, нужно исключить государство из этой спечки, чтобы признавало степень именно профессиональное сообщество, а не какой-то чиновник. Ну, это, слушайте, любой, это вот все очень сложно, потому что, опять-таки, вот вы говорите, там, сделать так, чтобы признавать сообщество, а многие, в принципе, там, ученые, они не очень вообще, они как аутичные, вообще-то, люди, ну, кто там, не знаю, математикой перельман. Вот, ну, слушайте, зачем именно, ну, ну, понятно все, да, понятно, но речь о том, что это тоже очень сложная история. PHD, мне кажется, получше немножко, по крайней мере, в том виде, как сейчас, докторское, вот, я просто сам это очень остро чувствую, это еще, если я могу проскользнуть, там, через книжку, могу просто, как, на каком-то пару, там, проскочить, как бы, условно, если я напишу публицистическое что-то, это для большинства коллег такая возможность закрыта. Наверное, это неплохо дисциплинировать, человек может сделать магнум опус, какое-то серьезное исследование, но как это должно быть связано одно с другим, с третьим, с четвертым, это все мне не очевидно, во-первых, а во-вторых, мне кажется, что требования к тому, что такое сейчас мы хотим от людей, они настолько формальны, по сути, кандидатской диссертации, это просто объем, объем и метод, это уже оторвано от результата, по сути, неважно, интересно это или нет, это очень странно для меня, когда журналисты... Ну хорошо, ну так нужно ли это, может быть, нам вообще отказаться? А вообще, а вы не можете отказаться, потому что у вас обязательно должны быть обряды инициаций, понимаете, в любом, в любом обществе, в любой, в любой профессии, обязательно прием в гильдию, прием в профессию, связан с определенными трудностями. Ну почему бы, скажем, с публикациями это не сделать? Скажем, существует на Западе такая, такая практика иногда, когда дают по совокупности публикации, дают. А десантники, вот они потом, знаете, они еще там, вот как американские, я видел в кино, они так, значок такой специальный, там, вот с булавкой, они прям все бьют туда. Я имею в виду, что люди еще более сумасшедшие вещи делают, чем диссертации. Ну, понятно, инициация. Да, обряд инициации очень важен. Вы не можете человека допустить, в принципе, к преподаванию без того, чтобы он не прошел путь научного исследования сам. И в этом, как бы, трагедия этих фальшивых вещей. То есть вы считаете, что степени отменить невозможно, и нам нужно... Какое-то испытание должно быть. Понимаете, вот все-таки степень PHD, что она в англо-саксонской системе подразумевает? Ну, отбрасывая там какие-то частности, детали, которые в отдельных областях могут быть специфичны. Вы должны опубликовать 2-3 статьи в хороших журналах, да? То есть журнал выступает экспертным органом, который оценивает, вы пишете галимотив или вы пишете что-то научное. Мы рецензируем их в журналах, и ты должен представить свои рецензии, показать, как... Совершенно верно. И потом вы выходите на защиту PHD, где вы должны, собственно, в докладе обобщить, а что вы, собственно, в этих двух-трех статьях поведали городу и миру, да? И академическое сообщество, как бы, допускает вас в свой круг. В этом смысле, как бы, одно не противоречит другому. Степень остается, степень PHD присваивается, она является некоторым маркером, да? Но все-таки вы движетесь к этой степени через реальный вклад в науку. Что происходит в России сегодня? Ну, во многих случаях, да? Есть, конечно, исключения, мы их знаем, слава богу. Молодой человек опубликовал несколько статей в журналах, которые кем-то были признаны значимыми, так называемый список ваг, которых на самом деле, правда, никто не читает. В статьи поступают, что никто не рецидирует. Что просто ужас, потому что это такой waste. Это такое, как бы, выбрасывание на помойку, понимаете? Да. И на самом деле, смысл ученых, зачем люди вообще кормят этих бесполезных людей? За то, что эти люди постоянно, постоянно репродуцируют знания в доступной другим людям в форме. За это нас кормят. Вообще-то. И если, по большому счету, в современном мире нам платят за то, чтобы мы Википедию правили. Ну, так уж, если серьезно. Потому что это самое прямое, что мы делаем. Наверное, в госвузах нам платят за то, чтобы мы тоже публиковали открыто максимальное количество того, что мы делаем. Я так думаю. Но это то мое личное мнение. А вообще, понимаете, это серьезный вопрос. Ну да, то есть то, что вы говорите, Иван, это защита научных степеней, это фактически отвлечение человека. Не отвлечение. Если это правильно структурировано, то, что вот коллега говорил, если, 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 понимаете, если вы пишете одну статью, это же вы каждый раз пишете интересную статью, пытаетесь. Вы складываете вместе знания, вы фокусируетесь на проблеме, вы четко следите за аппаратом. Если вы это действительно всерьез делаете, если вас еще при этом кто-то читает, это и есть научный мир. Больше ничего там нет. Вы знаете, я хочу сейчас поставить вопрос, насколько вообще серьезный кризис доверия по разделу российской науки, российское образование. Еще раз задать вопрос нашим слушателям. Телефон нашей студии 65-10-99-6. А доверяете ли вы вообще дипломом? Вот вы видите, вот на работу кто-то поступает. Диплом о высшем образовании, диплом кандидата наук. Вот вы доверяете этому институту диплома кандидата наук или доктора наук? 65-10-99-6. Это вы все такие вопросы риторические задаете, мне кажется. Ну как вы можете доверять чему-то? Послушайте, у нас же, я не знаю... Нет, ну я знаю, что 20 лет назад я доверял, положим, когда человек показывал козу-корочку кандидата наук. Или через 20 лет вы тоже будете доверять, я вам гарантирую. Вот я серьезно. Через 20 лет точно будете доверять, если все, вообще, если мир останется. Понимаете? Потому что в действительности это само себя структурирует, когда общество стабильно, одновременно происходит и стабилизация. Ну вот давайте послушаем наших слушателей 65-10-99-6. Насколько вы доверяете дипломам? Диплом о высшем образовании, диплом кандидата наук. Юрий. Добрый день. Добрый вечер. Ну я имею высшее техническое образование и получал его в военном институте. После института я распределился в научный исследовательский институт, и там, в общем-то, проработал 5 лет. После работы в таком институте у меня, знаете, сложилось недоверие к кандидатам и докторам. Технический институт какой-то был, учитывая, что у вас военные. Да, да, технический. Понятно. В степени за выслугу лет давали, да? Ну, совсем. Ну, знаете, вот на моей памяти защитилось где-то, ну, кандидатов, и там одна докторская диссертация, или, по-моему, даже 2, штук 7. Вот. Из них, ну, не знаю, по-моему, такой интересным. Ну, или даже они были, ну, ну, да, интересные в научном плане. Наверное, там была одна-две. Ну да. Больные, они защищались, знаете, там, для... По формальным признакам. Ну, и они, наверное, же секретились, Юрий. Что? Секретились, наверное, эти диссертации. Ну, в общем-то, да. Ну да, естественно. Ну да, вот интересно, из 7, из 7, одна-две, говорит Юрий. Максим на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, я вот так сложил, что вот тот, собственно, в котором я общаюсь, в большинстве своем, там, у него у всех дипломы, как говорится, одни, а люди занимаются абсолютно другим. И что самое интересное, если что-то человек спросить относительно той области, в которой у него есть диплом, то он ответить толком ничего не сможет. Поэтому мне кажется, что все-таки у нас в стране сложилась такая ситуация, при которой бумажка, она носит исключительно, ну, как бы, ситуационный характер, то есть она вот исключительно, как бумажка, она вот нужна, когда на работу принимают, а фактически знания проверяют по факту. Возьми кувалду и сделай, что ты можешь, там, ну, сон, покажи. А дальше уже для формальности добавится бумажка. Поэтому тут надо менять несколько даже, я считаю, не саму, не сам подход к этим всем диссертациям, а, ну, действительно, переосмыслить отцепку этих работ. Подход к знанию. Да, да, подход к знанию, потому что, говорю, у нас в стране, мне кажется, статистика указывает, что 90% людей идут учиться, получают дипломы, защищают диссертацию только потому, что это нужно либо родителям, либо требовать того обстоятельства, а не с целью получения знаний. Посторонние. Да, но я на себе простой пример. Вот у меня среднее образование, мне 30 лет. Я могу сказать, что судьба меня не обидела, и я добился чего-то в этой жизни. При этом у меня ни разу в жизни никто не спросил диплома, а спрашивали вы исключительно только там, слушай, вот там по госслужбе, хочешь пойти? У тебя есть диплом? Я говорю, не, нету. Блин, что же делать? Ну, иди давай, получай, хоть как-то его там. Вот к этому сводилось все получение диплома. А в целом ни разу в жизни мне не понадобится. Спасибо, спасибо, Максим. 65, 10, 99, 6. Доверяете ли вы дипломам? Дипломам о высшем образовании, дипломам о кандидатской, докторской степени? Работает ли этот институт сегодняшней России? Вы знаете, вот Максим очень интересную мысль озвучивает. 90%. Вот если посмотреть так системно на это, это же гигантский расход общественных ресурсов, общественного блага на какую-то совершенно пустую символическую экономику. Даже вот часто люди в вузы идут, да? 4 года, 5 лет, 6 лет. Просто тупо отсидеть, потому что это нужно родителям, там какие-то взятки рассовываются налево-направо. Сколько мы этого видим в вузах? Студент сидит, имитирует, что он учится, преподаватель имитирует, что он преподает, на экзаменах все имитируют, что друг друга слушают. И вот это вот глобальное пространство имитации, и на выходе какая-то вот эта вот плевая бумажка. Это кошмар просто. Значит, я в шутку могу вам сказать, что у меня есть два таких индикатора, по которым, когда я прихожу в незнакомый мне вуз, я сужу о том, куда я пришел. Первое. Насколько часто и насколько в видных местах наклеены всякого рода плакаты, напишу дипломную работу, напишу реферат и так далее. На подходе к очень многим вузам. На асфальте, на асфальте вот эти вот печати. Но и в известных местах. И второе... В вышке нет, вот я должен сказать, я очень ценю вышку. И второе, когда я вижу в вузе, прошу прощения, места общего пользования под ключом для высших должностных лиц, вот после того, как я увидел эти две вещи, мне больше не нужно разговаривать, я все понимаю. И поэтому мне понятно, что вот в этом вузе, собственно, никакой образовательной деятельности не ведется. Здесь есть некий символический обмен между преподавателями и студентами. Одни молча, как бы, говорят, что, знаете, мы вас ничему учить не будем, ну и не будем сильно вас напрягать. Но за это вы должны... Дать деньги и время. Да, да. Вот. А студенты, соответственно, поскольку они не получают реального образования, да, то они отписываются от образовательного процесса, сдавая различного рода работы целиком, цельно тянутые из интернета, откуда вы. Ну вот и студенческая жизнь, это как некий такой слалом четырехлетний, так сказать, максимально проскользить, максимально, так сказать, не напрягаясь, не задев ни один флажок, обойдя по касательной вот эти вот экзамены, сессии. А в остальном приятственно провести четыре года и тем самым выполнить некое требование, которое почему-то от него требует общество и родить. И в этом нет никакой проблемы при условии, что он одновременно работает. Вот это удивительная история. Но, может быть, он мог бы быть более эффективен для общества, если бы он эти четыре года не работал, а действительно учился, и потом бы начал работать позже. Все эти семнадцатилетние ребята, которые уже в тот же ваш пиар идут, ну и что? И он начал, он попал вот в эту вот колесницу, в эти шестеренки, с семнадцати лет их затащило. Они работают, они получают какие-то практические навыки, но у них совершенно нету кругозора. И они уже себя считают крутыми пиарщиками к двадцати годам. И что? Ну, читать очень важно. Что значит учиться? Ну, если серьезно, читать. То есть люди должны как можно больше читать, и это сейчас не очень популярно. Хотя, с одной стороны, а с другой стороны, очень популярно, потому что если посмотреть, как продажи букридеров растут, электронных книг, там совсем другая картина. Ну, надо смотреть, еще что читают. Еще что читают. Это другое. Третье. Там много-много факторов, но смысл вот в чем, что на самом деле ничего страшного. Я говорю, что когда людям нужно, находят. Проблема скорее в том, что мы не очень сильно работаем в позитив. То есть мы реактивны в нашем поведении, когда мы говорим обо всем об этом, и когда мы действуем по отношению ко всем этим проблемам. Мне кажется, очень интересно именно проактивно действовать. То есть... Ну вот, Иван, мы ближе-ближе к концу, об этом еще поговорим. У нас еще есть время в эфире. У нас, кстати, есть звонки. Напомню, наш телефон 6510996. Вопрос о доверии вообще университетскому, вузовскому образованию и ученым степеням. Евгения, на линии. Добрый вечер. Любопытнейшая тема. Я по профессии врач. И для человека моей профессии диплом обязателен. И должна заметить, что, наверное, это сильно отличающееся от тех профессий, которые вы в основном обсуждаете, потому что это нечто, что можно затронуть каждого из вас. Так вот, нынешним дипломам о медицинском образовании я не верю. Так случилось, что мне приходится оценивать при приеме на работу нынешних выпускников и людей, отработавших какое-то время. И своему диплому, своему институту, первому мединституту я доверяла раньше. Сейчас это совершенно другая ситуация. Сейчас ты принимаешь на работу человека, заранее понимая, что его надо будет обучать. Причем иногда азам. Если меня в институте, я прошу прощения, дрессировали, и мы, в общем, не преувеличивая, не имели возможности перескочить через определенные предметы, не выучив это до определенной хотя бы степени, то как сейчас оканчивают врачи институт, получают свои дипломы, иногда я просто удивляюсь. А ведь это не просто кандидатские, гуманитарные, там, да, журналистки. Это все важно. Это критически, да, вы тут понимаете, пиарщик недоученный, это да. То, о чем говорите вы, тут мне всегда приходит в голову. Потому что, когда говорят, что купленные дипломы из мединститутов, что когда люди, так сказать, сбрасываются, студенты-медики сбрасываются в конвертик, дают за счет преподавателей, я не понимаю, в каком обществе мы будем жить через 5-10 лет, как мы можем лечиться. Вам придется молиться на людей моего возраста чуть постарше, чуть помоложе, потому что это последний оплот. Я не хочу сказать, что все таковы. Потому что, безусловно, среди этой массы людей есть люди, которые честно работают, которые честно попадают в институты, которые отличные умницы, врачи, пользующиеся всеми нынешними возможностями, которые огромны по получению информации между странами, да, но таких все-таки меньше, чем недоучек. Поэтому нет, не верю. И прежде всего хотелось бы, чтобы любая, ну, как вам сказать, реформа, не нравится мне это слово, слишком мы много пережили реформ за последнее время, но восстановление хотя бы, да, какой-то правильности в образовании коснулось, безусловно, медицины и безусловно образования. Это то, на чем мы с вами стоим, как страна, как нация. Спасибо. Спасибо, Евгения, за ваш звонок. Напомню, наш телефон 6510996. Доверяете ли вы дипломам о высшем образовании, дипломам о кандидатских и докторских степенях? А мы уйдем на перерыв. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Сегодня у нас в студии гости Иван Засурский, журналист и преподаватель, и Александр Чапуренко, декан факультета социологии и высшей школы экономики. Говорим мы о той глобальной, о глобальном кризисе недоверия, о глобальном кризисе фальсификации, которая поразила наше образование и нашу науку. Та маленькая верхушка айсберга, которая сейчас скрывается в связи с липовыми диссертациями, которые обнаруживаются буквально каждый день с тем гигантским плагиатом. Но мы все понимаем, что это скрывает гигантскую совершенно проблему фальши. Фальши, на которой стоит, скажем, вся наша система получения водительских прав, когда сейчас водительские права невозможно получить, практически не купив. И то же самое, что происходит с водительскими правами, происходит очень часто с многими дипломами и с кандидатскими степенями, потому что в одном ведущем совершенно московском вузе, который по совместительству является университетом, мне говорили, что человек хочет защитить докторскую, он заходит на кафедру, он говорит, и не думай, вот типа там 50 тысяч евро, докторская под ключ. Вот, и тебя просто так, он говорит, а сам я хочу написать, типа у меня книги, все такое. Нет, говорят, сам нет, 50 тысяч, докторская под ключ. Вот, как мы можем доверять вот этим вот всем степеням? 65 10 99 и 6. Телефон наш, студийный прямого эфира. Екатерина на линии. Здравствуйте. Здрасте. Я бы вот тоже хотела, честно говоря, присоединиться к мнению от предыдущей собеседницы, которая у вас выступала по поводу вот диплома, да? Да, Евгения, врач, да. Да, которая действительно требует жесткой проверки. Хочу сказать, что вот, ну, я вот когда училась, да, получала образование в государственном, сначала колледже, потом в университете управления. Я хочу сказать, что у нас, честно говоря, было очень жесткое обучение, вот. И, в принципе, я очень довольна. А как давно вы заканчивали? В девятом году. То есть, да, самый, вот, так сказать, уже такой кризисный период. То есть у вас системой контроля вы довольны? Да, вы знаете, я очень довольна. На самом деле, я вот стремилась именно к знаниям, получить знания. И, честно скажу, да, со мной вот сокурсники, которые действительно вот пытались там купить, ну, не хотели, да, там, учиться сами и пытались купить какие-то работы. Скажу честно, что вот по требованиям даже, ну, настолько высокие были требования, завышенные по программе, что многие даже расстраивались, что не берутся даже, да, вот, ну, кто пишет, кто написан, за деньги платным занимается, да. То есть многие, когда слышат государственные университеты управления, просто отказываются. Ну, это хорош. То есть мы не поможем, да. Хороший знак. Нет, на говоря, я сейчас не знаю, как вот происходит образование, но я хотела бы еще одну вот тему немножко затронуть. Если можно коротко, да. Проблема в том, что, когда я получала образование изначально, да, вот, например, финансовый колледж, когда заканчивала, к тому времени, как я его закончила, у нас поменялся стандарт вот по госучреждениям, то есть вот структурам. Я не смогла устроиться на работу, потому что мне сказали, что госслужащие должны иметь высшее образование. Соответственно, я пошла в университет управления, получила образование, но столкнулась с другой проблемой уже. Не хотят брать без опыта работы. То есть когда ты даже получаешь хорошее образование, закончила там диплом у меня с отличием. Ну, ясно. Здесь, в общем, да, кризис. Ну, а когда звонишь в коммерческие структуры, звонишь и говоришь, вот что да, вот есть образование, действительно оно хорошее, да, но спрашивают опыт работы. Если опыта работы нет, то... Ну, ясно. Слушайте, а вот вам бы помогло, если бы вы, например, диплом писали на тему какой-нибудь коммерческой компании, где вы хотите работать, если бы у вас такая была возможность, как вы думаете? Вы знаете, не знаю, насколько, честно говоря, пытались воспользоваться моим образованием, то есть, скажем так, чисто в своих целях коммерческих, то есть бизнес-план я составляла. Да нет, это не то, что вами воспользуется, это вам бы могло помочь, если бы вы абсолютно практический диплом писали, вот как Иван предлагает. Да, конечно. Понятно, ясно, спасибо, 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 Екатерина. Ну вот да, тоже, так сказать, Екатерина упоминает, ведь тоже ведь есть же эта гигантская индустрия людей, которые пишут, и идут здесь и кандидаты, и доктора наук, в резюме многие пишут, я читаю, скажем, там пишут какой-то там писатель, вот наш писатель в тяжелые годы, он подрабатывал написанием докторских диссертаций, там, один сотрудник администрации президента бывший, тоже сказано, так сказать, вот человек, так сказать, подвязался на научной ниве, писал на заказ диссертации, это у нас как бы легитимный бизнес считается. Это, знаете, такой окрас нашей научной жизни немного, вот я вам что хочу сказать. Нет, ну если бы человек на досуге печатал фальшивые деньги, чем это вот отличается, вот фальшиво-монетничество от фальшиво-диссертатничества? Слушайте, во-первых, давайте так, зависит от того, какого качества вы печатаете фальшивые деньги, понимаете, это тоже такая вещь. Ну какого качества не печатали вы и подрываете государственную систему финансов? Если вы ученый, во-первых, вы можете работать на ФСБ и печатать доллары, понимаете, во-вторых, вы можете как бы, самые разные бывают ситуации, понимаете, а во-вторых, вы можете быть профессором, который своим знанием печатает просто деньги для всего человечества из пустоты, из ничего. Вы хотите сказать, что человек, пишущий диссертации на заказ, может создать некое великое знание? Я знаю точно, что мне несколько людей хвастались, но сожалели, что не могут цитировать должным образом, как свое, работу, которую они делали. Я говорю, это окрас нашей научной жизни. Вот на западную конференцию вы едете, вы видите, как много людей делают какие разные исследования. А вот в России, как в научной жизни, это часто те же самые люди делают, но немного исследований делает один человек, а он делает одно какое-то исследование для себя, а потом начинает обслуживать других клиентов. Слушайте, ну это институционально, это же настолько... Это странно. Это немного странно. Это страшно, Иван, понимаете? Это странно. Это странно, если это касается речи наших наук, которые мы здесь представляем, но это страшно, если это касается медицинских наук, которые... Медицине — это смерть. Которые говорила Евгения. Потому что этой фальшивой диссертации, какой бы она ни была гениальной, прикроется какой-то врач, и потом этот врач у вас будет стоять на операции. Слушайте, ну вообще таких врачей, я не знаю, почему она считает, что раньше их не было. Я с такими врачами сталкивался. Меня такие врачи лечили. Я таких врачей отлично знаю, к сожалению, по фамилии не могу вспомнить. А были прекрасные врачи. Поэтому то, что там было раньше в этом, как будто все прекрасно. Может, они из других вузов были. Знаете, я все-таки хочу задать вопрос, Александр Ильич, как вы считаете, а почему у нас нет уголовной ответственности вот за это, за все? Вот это кругом у нас окружает вот эти вот липкие тенеты. Вот это вот, понимаете, на Арбате всюду продаются эти фальшивые корочки, эти объявления, диплом на заказ, любые там справки 2 НДФЛ, пожалуйста. Права, пожалуйста. Диплом о высшем образовании, пожалуйста. Любую тебе справку нарисуют. Почему, да, как Путин говорит, где посадки? Почему нету криминализации всего этого бизнеса? Ой, слушайте, зачем выходить все в тюрьму? Боже мой. Еще один. Еще один упавший вниз. Нет, известно. Ангел упал только что. Какое, какое, какое? Он хочет криминализовать еще что-то, чтобы еще кого-то сажали в тюрьму. Что вы говорите? Чему криминализовать? Он говорит совершенно... Я проболематизирую. Здесь же другое. Не надо криминализации. Но у нас в системе прав собственности, в той части, которая связана с интеллектуальными правами, глубокий и дремучий правовой нигилизм на всех сторонах присутствует. Подождите, Алексей, почему права собственности? А почему это не 159-я статья о мошенничестве? Вот человек купил диссертацию. За счет этой диссертации... Вот сейчас, я не знаю, вот Астахов, да? Астахов купил себе и кандидатскую, и докторскую. Это плагиат. Понимаете, здесь нужно доказать... Он получал общественные некие преференции. Он получал деньги за это, если он там был на госслужбе. Если это доказано, почему это не может являться поводом для уголовного... Это еще надо доказать. Это не доказано. Это надо доказать. Это довольно трудоемкая процедура. И с точки зрения правоохранительной системы... Нужно лишить звание. Это другое. Если доказано, лишать звание, это разумно. Если заняться делом о черном рейдерстве, можно вернуть в бюджет гораздо больше. Ну и можно пошантажировать тех, против кого ведется дело. Слушайте, там сейчас такая история. Там же сейчас мясорубка. На самом деле, я знаю, значит, пообещали летом всех проверить. Значит, сейчас я знаю, что разрабатывают все эти методики. Сейчас... Это вот Федюкин всем этим занимается? Это Минобровская? Ну, вообще-то Федюкин провел сейчас какую-то историю с расследованием по исторической специальности, по Диссовету. Я так понимаю, что это он занимался. И он чувствует себя сейчас увереннее вообще в этом. И мне кажется, что он почувствовал тоже, что это дает такой эффект. Что вообще у министерства очень давно не было позитивного какого-то пиара. Наконец он у них появился. Вот они хорошо заговорились в связи с тем, что они кого-то другого там учат. Ну, у нас главное, любое министерство хочет стать силовым министерством. Вот сейчас на глазах Минобров превращается. Штрафы. Штрафы, пожалуйста. У нас же ничего нет, понимаете? Ну, я не знаю, ведь очевидно, скажем... Ферьму нельзя сажать. Ну, хорошо. Дело не в чём не имеет. Здесь дело вообще в том, какие могут быть наказания. Вот я не знаю, все депутаты Госдумы со своими купленными диссертациями. Ну, чего они... А что им вообще грозит? Ну, напишем мы ещё, ну, ещё десяток передач сделаем. Ну, Пархоменко ещё десяток блогов напишет. А почему обязательно хотите их помучать? Они и так живут какой-то адской жизнью, на мой взгляд. Да вы что? Понимаете, тут же и другой есть момент. Мне бы... Они же на галерах. Они на галерах. Понимаете, они не могут голосовать так, как они хотят. Они сидят там. Они должны в каких-то ситуациях вообще полностью как бы терять лицо. Это ужасная работа за очень небольшие деньги. Ну, я понимаю, хорошо. Ирония прекрасная вещь, но... Нет, я вам серьёзно говорю. Вы совершенно точно не возьмёте эту работу. И я не возьму. Почему же они в неё так проинвестировали сильно? Потому что у них это связано с... Убой к родине. Нет. Знаете, с чем это связано? Там нужно понимать, что это срок давности. Если вы сидите два срока в парламенте, вы свободны от ответственности. Это очень серьёзный механизм, на самом деле, парламент. То есть там такие серьёзные люди, что... Ну, а почему вы думаете, там влиятельные такие серьёзные люди? Нет, понятно. И, знаете, я вам хочу сказать, не потому что они злодеи. Не обязательно. Просто Россия ещё такая страна, в которой это бизнес силовой. То есть тут вы говорите, криминализовать туда-сюда. Я сразу понимаю, есть структуры, которые смотрят на тебя, как на мясо. Как на шашлык. Если ты таджик в Москве или узбек, на тебя так милиция смотрит. Ну, у нас человек вообще мясо любует. Если ты бизнесмен, на тебя так может... Ну, мне кажется, это мы уходим в другую очень социофилософскую плоскость. А я хочу вернуться к тому вопросу, который Сергей поставил. Понимаете, когда один человек украл колосок, это одно. А когда все крадут по колоску, невозможно всех присутствовать. А насколько все... Вот я пытаюсь понять, а какая степень фальсификата? Насколько балованная, как говорят, сметана? Насколько вот разбалованная сметана наших степеней научных? Ну, сметана 10%. Мы уже видим, что это явление массовое. Достаточно массовое. Это не единичные случаи. Поэтому опять же... Всё-таки нормально. Вот здесь сидим мы, так сказать, два кандидата. Один доктор наук. Мы всё-таки, я думаю, за свои степени отвечаем. И то, что вокруг меня происходило. В гуманитарных... Меня лично это тоже затрагивает. По джурфаку, кстати, мне тоже не стыдно, в принципе. Реально. По джурфаку могу сказать хорошо. Со своим дипломом кандидата исторических наук, мне уже, так сказать, с последними разоблачениями, хотя за свой диссовет я тоже там, Институт Европы, Академия наук. Вот. Но как бы сейчас, как кандидат исторических наук... Знаете, вопрос-то интересный такой. Кому страшно за свой урок? Нет, мне не страшно. И мне не страшно. Но мне, в принципе, если какому-то человеку сейчас говоришь, а знаем мы вас, кандидата исторических наук, напекли политиков. Ну вот я считаю... Знаете, давайте проверим... Я считаю, что нужно проверить всех историков. Давайте проверим наших... Давайте проверим... Ну, кстати, было бы неплохо. Я думаю, что мы это сделали. Когда там история ЛДПР пишется и так далее. Давайте проверим наших... Последний раз обратимся к нашим звонкам, к нашим звонящим 65 10 99 и 6. Что нам делать с глобальным кризисом фальсификации, диссертацией и дипломов о высшем образовании? Алексей. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Наконец-то я вам дозвонился. Я думал, вы его фир не пустите. У меня, в общем, такая ситуация. У меня есть один знакомый врач-хирург, лор. Не буду говорить, где он работает. Ситуация такая. Он как бы стесняется все рассказывать. И как бы я его прекрасно понимаю. То, что как бы он работает, его могут уволить, не дать как бы доучиться. По поводу министра здравоохранения, который вот сейчас, и которая женщина до этого была. Да. Вот первая фамилия какая? Напомните, пожалуйста. Бывший... Это квиз. Министра здравоохранения. Как звали? Предыдущего? Голикова. Голикова, да-да-да. Голикова, да. 300 долларов, это первографская больница, кафедра. 300 долларов зачет. Вторая 300 евро зачет. Ну и о чем говорить вообще? Какая медицина? Понятно. Ну то есть вы сейчас звоните с разоблачением. Нет, ну понятно. То есть что система, система коррупционная, система и зачетов на кафедрах и так далее. Это совершенно очевидно. Вопрос сейчас в том, насколько вообще в целом дискредитирована эта система. Насколько вы доверяете дипломы о высшее образование и звание кандидата наук? Иван. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я окончил Листфак МГУ в 2004 году. Да. И я хочу сказать, что я написал дипломную работу, абсолютно бессмысленную с точки зрения науки. Я потратил на это свое время. Люди, которые это рецензировали, потратили свое время. И все потратили время. Очень жаль. Вот это о чем мы и говорим. Науке это ничего не должно. А как можно было спасти эту тему? А что надо было делать? А почему вам было не написать действительно интересную тему, с которой вы бы зажглись, и с которой бы сделали книгу, публикацию, там, не знаю, написали бы? А вот я вам сейчас на это отвечу. Я считаю, что, в принципе, нужно давать выпускник, называть его выпускником с высшим образованием. Не обязательно, чтобы он написал вот этот вот длинный труд. То есть обязательно, чтобы он написал труд, если он дальше собирается остаться в науке. А если он не собирается остаться в науке, хорошо, он сдал все экзамены. Практический проект. Как и было бы его. И пускай идет дальше работать не по специальности, вот как, например, я сейчас. Но при условии, что вы тогда... Он получил, у него есть кругозор, там, пожалуйста. Но тогда вы должны иметь возможность защитить какой-то практический диплом на другом факультете. Как мы узнаем, как преподаватели, что вы выполнили квалификационные требования, что вы соответствуете? То есть если вы есть авторик, у вас какая профессия, это же сложно, понимаете? Ну, есть же экзамены все-таки. Ну, помимо экзаменов, все-таки, понимаете, за тысячелетия уже выработали. Есть экзамены, есть там рефераты, есть курсовые, пожалуйста, да? Но, понимаете, там, несколько месяцев в своей жизни тратить вот на... Но если бы вы могли выбрать тему такую диплома, как я всех студентов уговариваю, пожалуйста, выберите тему того, чем вы собираетесь заниматься, что вам действительно интересно. Если бы вы так выбрали, вы бы жалели разве об этом сейчас? Да я даже не то, что жалею, потому что, ну, вот я жалею о том времени, которое я потратил. Понятно, понятно. Спасибо, спасибо, Иван. Ну да, вопрос о утраченном и страченном общественном благе. В поисках утраченного времени. В поисках утраченного времени, в поисках абсолютно бесплодного использования вот этого общественного блага. Ну что же, вы знаете, к сожалению, наше время в эфире подошло к концу. Очень много звонков, мы не можем их все принять. Но очевидно, что проблема, она гораздо больше, чем фальшивые дипломы, фальшивые диссертации. Проблема, она вообще в количестве фальши в самой структуре нашего общества и структуре нашего государства. В количестве фальсификатов. В том, насколько разбавлена наша сметана. Потому что, вы знаете, фактически мы плывем на вот этом вот липовом титанике. Потому что все, кто вот эти куплены диссертациями, значит, они такие же политики, они такие же депутаты Госдумы, как они кандидаты наук. Они такие же менеджеры, как они доктора наук. И это так и есть. Это так и есть, к сожалению. Благодарю вас за участие в нашем эфире. Александр Чапуренко, декан в коллективе социологии Высшей школы экономики, журналист-преподаватель Иван Засурский. Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Это была программа «Археология». Доброй ночи и удачи. Продолжение следует.